Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы читаем воскресное Евангелие, Евангелие воскресного дня. Это 9 глава Евангелия от Марка, 17 стиха по 31 стих, 40-е зачало Евангелия от Марка. И вначале мы находим следующие слова. «Один из народа сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, искрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Имеется в виду, что когда Иисус Христос находился на горе Преображения с тремя учениками, приходил вот этот мужчина и предлагал другим ученикам Христа исцелить его несчастного сына. «Отвечая ему, Иисус сказал, урод неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». Надо сказать прямо, что бесноватость – это опасное явление для человека, особенно неверующего. Это такой род одержимости, когда человек не может контролировать сам себя, что он говорит, что он делает. Для верующего человека бесноватость проходит более безболезненно, чем для неверующего. Так мы знаем переписку, которую ввел святитель Иоанн Златоуст с бесноватым боярином Федором. И он писал ему, да, ты бесноватый, но ты любишь Господа, и продолжай его любить. Тебя смущает то, что в храме бесы толкают тебя на пол церковный. Не смущайся, если по городу идет человек, и кто-то подойдет и толкнет его, и он упадет. Кто виноват? Тот, кто упал или тот, кто толкнул? Мы знаем, что Матавилов, служка преподобного Серафима Саровского, длительное время пребывал в состоянии бесноватости, но это не уменьшило его религиозность, а в некотором смысле, возможно, даже увеличило ее. Бесноватый человек – это человек, которому попущено от Господа нести такой тяжелый крест, преодолевать такое тяжелое испытание. Мы знаем, что Господь посылал духа злого в сердце царя Саула, и приглашали царя Давида, который играл на арфе, чтобы успокоить его мятежную душу. Иногда это помогало, иногда не очень. И тогда Саул хватал копье и кидал в Давида, который сидел напротив него, и играл на арфе. Но заступлением Божьим Давид всегда оставался живым. И вот этот случай, когда у отца есть сын, который одержим, и отец проявляет заботу о нем. И мы читаем 20 стих, «И привели его к нему», то есть бесноватого привели ко Христу. «Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену». Бесы не могут спокойно взирать на святыни, на святость, тем более на Сына Божия в его Боговоплощении. Известно, что сам знак Креста Господня, крест – это оружие, которое на дьявола дано нам, он препятствует бесноватым чувствовать себя спокойно. Почему бесноватые так стремятся мучить людей? Они подвергают их, хотят подвергать их тем мукам, которые испытывают сами. И это от зависти, которую дьявол и бесы испытывают по отношению к человечеству. Ибо для них покаяние закрыто, для дьявола и бесов, для людей оно доступно в любом состоянии, даже в состоянии бесноватости. И ревную таким образом, они хотят причинять нам муку наподобие той, которую терпят сами. И вот этот юноша упал на землю и валялся, испуская пену. Какой отец может равнодушно смотреть? Какой родитель может не беспокоиться в такой ситуации? И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал, с детства. То есть с детских лет бесы одолевали и мучили этого человека. И отец добавляет, и многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, жалься над ним и помоги нам. О, как наши дети в своих крайностях похожи на этого бесноватого. Их тоже бросает то в огонь, то в воду, в том смысле, что они из одной крайности бросаются в другую. И мы хотим им помочь, но мы не всегда уверены в том, что наших сил будет достаточно. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И возникает вопрос, неужели силы Христа было недостаточно для того, чтобы исцелить этого бесноватого, и необходима была вера его Отца. Вера Отца – это согласие на то, что Сын Божий может изгнать злых духов из его Сына. Если бес занимается тем, чтобы совершить одержимость человека и ограничить его свободную волю, то действие благодати – это всегда действие, направленное к человеку, который свободно жаждет этой благодати, свободно ищет исцеления или к его родственникам, через которых Господь хочет увидеть веру, получить согласие на действие по отношению к их ребенку. Об этом сказано в Писании, первое послание к Коринфянам, где апостол Павел пишет, что «духи пророческие послушны пророкам». Что значит «духи пророческие послушны пророкам»? Если человек находится в контакте с личностью Святаго Духа, а Святой Дух – это Божественная Любовь, которая никак не ограничивает нас и совершает насилие над нами, то человек может прекратить этот контакт в любой момент, потому что Дух Святой трепетно оберегает нашу свободу. Но если речь идет об одержимости от Духа злого, то человек не может своими силами прекратить этот контакт с этим Духом, который напал на этого человека, и ему нужна помощь. В христианской практике с древних времен существует отчитка бесноватых людей, и в древности был целый институт экзорцистов, это не только священнослужители и миряне, которые по благословению своих епископов совершали подобное важное и ответственное служение. Мне рассказывали, что в советское время однажды привезли какую-то делегацию партийных работников, чтобы они посмотрели, что происходит в монастыре. И когда они были в этом монастыре, насколько я помню, это как раз Псково-Печерский монастырь, им сказали, вот сейчас будет отчитка, посмотреть очень забавно, очень смешно. И повели этих партийных деятелей посмотреть, как проходит отчитка. И во время отчитки один из партийных деятелей рухнул на карачке и начал хрюкать. Его друзья подумали, что он смеется над этим действием, над этим обрядом. И потом некоторые испугались, что ему стало плохо, и они подняли его, чтобы увезти. Но священник это заметил и сказал, куда вы его уносите, он бесноватый. И стал задавать вопросы, сколько лет он бесноватый, как он получил этого духа. Тот сказал, точнее бес в нем сказал, что получил духа через телевизор. И старец спросил, как давно, оказалось, что уже много лет. Но как ни старался экзорцист, чтобы его оставили, его увели, а людям говорили, у него плохо с сердцем, у него плохо с сердцем, не обращайте на это внимания. К чему важен этот пример? Человек может быть бесноватым и даже не знать об этом. Потому что этот человек совершенно случайно оказался в храме на отчитке, и те тексты, которые читались, они коснулись его, точнее беса, который жил в нем. Скорее всего, это бес атеизма, неверия, безбожия. И тот начал вытворять какие-то страшные вещи. Итак, Христос спрашивает отца этого ребенка, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И далее мы читаем, и тот час отец отрока воскликнул со слезами, верую, Господи, помоги моему неверию. О чем это, друзья? Поскольку человеческая вера никогда не бывает совершенной, вера и неверие часто сочетаются в душе одного и того же человека. Кстати, любой грех, который творит христианин, это акт неверия и безбожия. То есть он как бы допускает, что в этот момент Бог не присутствует в пространстве, где он совершает грех. В противном бы случае никто бы не решился на совершение греха. Верую, Господи, помоги моему неверию. Но что мы знаем о вере? Прежде всего, нам надо обратить внимание на послание к евреям апостола Павла, 11 глава с 1 по 3 стих. Здесь мы находим следующие слова. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние, верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Итак, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Итак, этот отец делает что? То, что он ожидает. Ведь вера – это сначала действие осуществления ожидаемого, и только потом умозрительная уверенность в невидимом. Действие он уже совершил, причем дважды. Он привел своего сына сначала к апостолам, когда Христос с тремя апостолами, с Иоанном, Петром и Яковом находился на горе Фавор. Когда они не справились, он, совершая второе действие, приводит своего сына к Иисусу Христу. Поэтому эта вера в начальном состоянии, как действие, но ему не хватало уверенности в невидимом. И как нам обрести веру? Что является источником веры прежде всего? Священное Писание показывает нам, что есть два источника веры. Священное Писание, традиция устанавливают, что есть два источника веры, и я бы сказал даже три. Во-первых, обратим внимание на то, что говорит Христос. В некоторых случаях он говорит «всей род изгоняется постом и молитвой». А так как без веры нельзя совершить экзорцизм, это означает, что вера усиливается во время поста, когда человек, пребывая в посте, пребывает и в молитве. Давайте посмотрим, что об этом говорили святые отцы. Это блаженный Августин, одна из его проповедей. Здесь он говорит о вере и молитве, как это соотносится. Когда не хватает веры, молитва погибает. А кто же молится о том, во что он не верит? Так и блаженный апостол, поощряя молитву, говорит, «всякий, кто призовет имя Господне, спасется», показывая, что вера есть источник молитвы. «Вот и ручей не будет течь, если исток его высохнет». Он говорит, «но как же они призовут того, в кого не поверили? Потому будем верить, чтобы молиться, и станем молиться, чтобы не иссякла та вера, которую мы молимся». Итак, без сомнения, молитва усиливает веру. Но есть другой источник веры. Итак, молитва, соединенная с постом, и третий источник веры – это Священное Писание. Послание к римлянам, 10 глава, 17 стих. Апостол Павел пишет, «Вера же есть отслышание, а слышание – от Слова Божия». То есть, когда вы слушаете проповеди, которые говорятся не от человеческого рассуждения, а от Слова Божия, когда вы читаете Священное Писание, происходит то, на что обращает внимание Павел. «Вера – отслышание, а слышание – от Слова Божия». И идеальная ситуация, когда во время поста мы не только молимся, но и соединяем с молитвой усердное чтение Священного Писания. И как я часто вам объясняю, братья и сестры, если человек только молится и не читает Писание, даже если при этом он постится, возможно, что его молитва является монологом, который выше потолка не поднимается. Поэтому очень важно с молитвой соединить чтение Писания. В молитве мы будем обращаться к Богу, а соединяясь с молитвой чтение Писания, через Слово Божие будем получать ответы на наши молитвенные вопрошания, и это будет абсолютно полный диалог с Создателем, в котором нуждается душа каждого человека. И далее мы читаем, Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе выйти из него и впредь не входить в него». Этот дух, который был в нем, в этом юноше, «Дух немой и глухой». Что значит немой дух? Это когда дьявол сковывает сердце человека и делает человека неспособным молиться, то есть произносить слова благодарения или слова покаяния, разные прошения перед Богом. Это дух немой, а глухой – это неспособность слышать Слово Божие, это раздражение на всякое замечание по поводу нерелигиозного образа жизни. Дух глухой – это когда родители говорят человеку слова наставления, но он замыкается сам в себе, сидя с ними за одним столом и как бы неспособен услышать того, что они говорят. Его сознание совсем в другом мире, чем нежели его семейство, где вера еще в ком-то сохраняется. И Христос говорит, «Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». То есть есть опасность, когда человек избавляется от какого-то духа или от многих духов. Если он не наполнит свой внутренний мир духовным содержанием, то бесы могут вернуться. Поэтому Христос и говорит повелительно, «Повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». Ибо духовный мир, он не терпит вакуума. Если злые духи выходят из сердца человека, то верою должно вселиться Христу в сердца наши. Но если это место не будет занято Христом, если человек, освобожденный от злых духов, не будет причащаться, исповедоваться, молиться, изучать Писание, злые духи вернутся. И с большей силой будут одолевать этого человека. И что происходит с этим юношей? И вскрикнув, и сильно сотряши его, вышел, то есть бес немой и глухой, вскрикнул в нем, наверное, с каким-то рыком, и сильно сотряши его, вышел, и он сделался, как мертвый. Так что многие говорили, что он умер. На самом деле нам всем надо умереть для дьявола, чтобы воскреснуть для Бога, умереть для греха, чтобы воскреснуть для праведности. «Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал». То исцеление, которое происходит от Христа, оно, как правило, касается не только души, но и тела, не только тела, но и души. Пусть Иисус Христос, Господь наш, протянет свою руку к нашим детям, к нашим внукам, к нашим правнукам и поднимет их, потому что они давно оказались в каком-то странном, неопределенном состоянии, когда их реально кидает из одной противоположности в другую, как этого человека, из огня в воду. И далее мы читаем 28 стих. «И как вошел Иисус в дом, ученики Его спрашивали Его наедине, почему мы не могли изгнать Его». И вот сейчас прозвучат слова, которые мы сегодня уже вспоминали, они присутствуют и в этом тексте. «И сказал им, сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». То есть силой веры совершается изгнание злых духов, но вера усиливается от поста и молитвы, и послания к кремлинам 10.17, и от слова Божия усиливается вера. И что происходит далее? «Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и Он не хотел, чтобы кто узнал». Христос избегал славы человеческой, потому что Он знал цену всем этим человеческим восхищением. Сегодня толпа кричит «Асана! Асана! Сыну Давидову!», а через какое-то время эти же люди будут кричать «Распни! Распни! Его!». Поэтому Он и не хотел, чтобы кто узнал Его. «Ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиению в третий день воскреснет». И это взаимосвязано. Он скрывает свои чудеса, потому что Он знает, что произойдет, когда Его схватят, когда Его будут оплевывать, когда Его будут избивать, когда толпа будет кричать «Распни! Распни!» и когда Его повесят на кресте. Но апостолы имеют слова утешения о том, что в третий день воскреснет. Итак, братья и сестры, пост продолжается. Пост – благоприятное время и для молитвы, и для чтения Священного Писания. И все это усиливает нашу веру. Поэтому воскликнем вместе с этим человеком, который видел несовершенство своей веры. «Верую, Господи, помоги моему неверию!» Поэтому пусть любое сомнение, любой скепсис покинет наше сознание, когда мы говорим и рассуждаем о божественном, надмирном, о небесном. «Храните себя с Богом!» Он притягивает, и для вас, и для нас в этомnение есть поэтому воспользуемся Субтитры сделал DimaTorzok, что это весёл веке… Редактор фирмы –